Привет! Сыграем в игру. Я называю факт, а ты должен ответить, правда это или ложь. Если отвечаешь верно, то загибай палец, если нет, то не загибай. В конце игры посчитай количество загубтых пальцев и получишь свое звание. Лучше соревноваться с друзьями, так что зови всех к монитору или кидай им это видео. Поехали! Почти все очки в мире производятся одной компанией. Это правда. Более 80% брендов очков по всему миру принадлежат одной итальянской компании под названием Luxottica Group. И это главная причина, почему вообще оригинальные очки такие дорогие. Из-за монополии. В фильме побег из шоушинга в сцене, когда главный герой ползет по канализационной трубе, использовалась настоящая труба с фекалиями. Это очень усложнило процесс съемок. Ложь. На самом деле главный герой полз в шоколаде. И труба, в которой это снимали, до сих пор пахнет шоколадом. Единорог это национальное животное в Шотландии. Правда. Единороги в Шотландии используются в геральдике и действительно являются национальным животным. Музыкальные ноты звучали в разное время по-разному. Так, ну-ка, подумай. Это правда. Например, нота Си во времена Мозарта была на полполутона ниже, чем в современной музыке. Поэтому произведения некоторых классиков в наши дни звучат чуть острее. Хотя неподготовленное ухо этого не поймет. В 19 веке в Великобритании тебя могли повесить за самоубийство. Ну, звучит странно, правда? Это правда. Попытка самоубийства приравнивалась к попытке убийства и за это наказывали через повешение. Ну, для самоубийц это никакое не наказание. Арбуз, банан, авокадо, клубника. Что из-за этого не ягода? Ответ считается верным, если ты назовешь его точно. Подумай, подумай, подумай. Клубника. Плоды клубники представляют собой так называемые ложные ягоды. Дело в том, что ягода клубники не является ее плодом. Это просто разросшиеся цветоложи, на поверхности которого находятся настоящие плоды клубники орешки. Морковь не всегда была оранжевой. Правда, до 17 века морковь была фиолетовой, пока голландцы не решили поэкспериментировать и не вырастили знакомую нам оранжевую морковь. Больше всего часовых поясов на земле у России и США. Ну-ка. Это ложь. Территория России включает 11 часовых поясов, как и США, а Франция 12, благодаря островам, входящим в ее состав. Раньше американские почтовые пилоты ориентировались по стрелкам на земле. Ну-ка. Это правда. Гигантские бетонные стрелки помогали пилотам ориентироваться при перелетах с восточного побережья на западное. Многие эти стрелки до сих пор можно встретить в Америке. Последний вопрос, и вновь от тебя требуется точный ответ. Как ты думаешь, что означает желтый платок у собаки на шее или желтая лента, повязанная на поводке или ошейнике? Дадим чуть больше времени на ответ. Если ты увидишь такую собаку на улице, то знай, что к ней не следует подходить. Этой собаке нужно немного больше пространства. А причин для этого много. Болезнь, реабилитация, тренировка и тому подобное. Теперь на экране ты видишь список званий. Посчитай свои загнутые пальцы и узнаешь свое звание. Пиши его нам в комментарии. А также дай сыграть своим друзьям и знакомым. Сравни результаты. Если понравилась игра, то подписывайся на наш канал и сможешь играть в новые. А также поиграй в предыдущие. Они сейчас на экране. Можешь кликать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok